Да, все, мы можем начинать, отлично. Добрый вечер, здравствуйте, дамы адреса. У нас небольшие технические проблемы со связью, но мы продолжаем наш замечательный курс. И сегодня мы разбираем параграф 36, который относится к недельной главе 2 икра. Нет, одну минуточку, не-не-не, все, неправильно я говорю. Так, это, 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 не-не-не, это последняя недельная глава книги Шмотт. Да, обычно читаются Ваякель и Кудей вместе, иногда они читаются раздельно. Кудей мы с вами разобрали, из Ваякель осталось не очень много, но вот сегодня, я надеюсь, мы разберем 36-й параграф. Вот так вот я сегодня решил. Ваяки, алло, алло. Сейчас тебя слышно, но было очень плохо. Ну, давай продолжим. Ага, хорошо, продолжаем с вашего позволения, продолжаем. Так, я вот открыл чат, как мне его закрыть теперь? Закрыть чат, но не всю конференцию. Зачем? Оставь чат. А, вот, все, все, мне не нужен чат, да, 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 я с вами. Итак, Шмотт, параграф 36-й. С вашего позволения я начну. Ну, мы попали для предупреждения. Не, послушай, так не пойдет, сейчас, секунду. Так, все, ну, давай, все по новой. Так, и снова здравствуйте, дамы и господа. Мы рассматриваем 36-й параграф книги Шмотт, который относится к недельной главе Ваякель. Несмотря на то, что вчера мы уже... А, 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 нет, все правильно. Все правильно, так оно и было. Так, Ваякель и Пекудим обычно читаются вместе. Чаще всего так бывает. В этом году, в всяком случае, так оно и было. Так, Яч'итаю, асок а' Вааса, бецал'эл, вау-холи-ав, ва-хол-иш, хахав-лев, Ашер нотан, Ашем, хохма, утибуна, ба-хама, Ладат, לעשות, от кол-малекет, ааводат, акодэш, Так, я не понимаю, опять пропал. Сделал беталет и... Так, что я должен делать? Изображение, может быть, выключить? Может быть, тянет, а ну же тянет. Так, мне только кто-то звонит на телефон. Нажми на видео, чтобы на значок видео с пунктом красного, красный, что было, полоса его письма. Мне звонит... Все, алло, алло, так слышно? Так, алло, алло. Да, но выключи у себя видео. Видео сейчас попробую выключить. В телефоне нажми на значок камеры. Я понял, я понял, да. Вот, все, да, так? Ну, похоже, да. Так, хорошо, продолжаем, да? Да. Итак, перевожу. И сделал бецалель и оголиав, и каждый человек мудрый сердцем, вот это вот выражение предоставляю понять самим нашим участникам, которые, которые, можно перевести здесь так. Нет, слышно, 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 слышно. Слышно, да? Экран видно у кого-нибудь текста? Экран нет. Нет, не видно текста. Экрана нет. Да. Текста не видно. Экран, так я понимаю, должен демонстрировать Натан. Натан, экран. Экран, Натан. Да, сейчас, секунду. Я пока продолжаю. Дал Всевышний мудрость и понимание хохма и тевуна. Это две разных составляющие, составляющих интеллектуальных способностей человека, да? Вот это слово ба-эма, в них. То есть каждый человек, которому Всевышний дал этого. Ладат, для того, чтобы делать и знать, и делать слово ладат, лучше здесь перевести, как уметь делать, всякую работу, работы священной. Во всем, что повелел Всевышний. Вот мы перевели посук Алиф. Так, текст видно? Да, сейчас да. Прекрасно. Текст, пожалуйста, передвигайте сами, потому что я даже и следить за этим не могу. Так. А слышно меня нормально? Более-менее, да, вроде нормально. Более-менее. Ну, прекрасно. Так. Хорошо. Теперь я попрошу Анну прочитать, соответственно, Бет. Да? Да. Верно. Так. И призвал Моше, Бецалеля и Агулиавы, и всякого человека, мудрого сердцем, которому дал Всевышний мудрость, все в сердце его. И каждого, всех, у кого поднялось сердце, получается, у кого привлекло его сердце, чтобы приступить к работе для выполнения ее. Да, да, можно сказать и так, да. Ну, слово «на-са-ну-син-алиф» имеет много значений. Даже, например, «брать в жены», но в данном случае «поднять» или «нести». Да, верно. Спасибо. Гимел, Тимофей с нами? Да, я тут. Гимел. Гимел. Да? Вайкху милефней муше, этколь а-тума, ашер эвью бне Исраэль, лим лехет авадат акодыш, ласот ута, вегем эвью лав от недава бабокер бабокер. Переводим. И взял, вот, и перед Моше. И взяли, буквально, и взяли перед Моисеем, да, перед ним, да. Перед Моше все подношения, которые принесли сыны Израиля для работы святой. Для работы, работы, да, получается так. Да, не переводится по-разному в русском языке, да? Да. Работа, работа святой, делать ее. И они принесли ему еще ледова. Как лучше? Доброхотный. Да. Каждое утро бабокер бабокер. Да, по утрам. Да, совершенно верно. Спасибо. Так, Людмила у нас, по-моему, здесь. Ага, да. Ва-я-воу коль ха-ха-хамим, ха-ха-хамим, ха-хай-ишим. Ха-осим. Ха-осим. Эт коль млехэм, млехэт, а кодэш-иш-иш, мим-лахто, ашэр-хэма осим. Да. И принесли каждый мудрый, делающий всю работу святую, человек. Человек. Человек-человек, каждый человек, да. От... От работы его. От его работы, которую делали они. Да. Вот что-то такое. То есть каждый принёс то, в чём он был силён, то, что он делал. Да, верно. Так, спасибо. Теперь... Суша, суша. Суша. Мудрый чайников. Квэмру, эль-маше, ле-мор. Морбим, ам, ле-ви. Ага. Ле-ви медай, а вода, ле-млаха, ашэр-цва, ашэм, ла-сот, вота. Так, и сказали, маше, говоря. Что за слово морбим? Увеличивая слишком много, да. Увеличился как бы народ, а ле-млевый. Приносить. Приносит слишком много, как сказать, деяния, деяний к работе. Мидей, а куда? То есть больше, чем требуется для работы. Их слишком, их больше, чем требуется для работы, которую приказал делать им Всевышний. Да, совершенно верно. Так оно и было. То есть велено было собрать определенное количество. И не то, что не хватало, а было даже уже больше, чем необходимо. Спасибо, Шуша. Да, правильно. Вав, пожалуйста, кто? Марина. У нас Марина пришла. Марина, прекрасно. Что-то не то, мне кажется. 36 глава, 6 стих. Я просто на экране очень мелко. Понятно. Ваяця в Маше, да? Да, ваяця в Маше. Ваяця в Маше. Ваяця в Маше. Да, верно. Ваяця в Маше. Сказал Маше. Сказал Маше. Да. Вая виру коль помахане. Да. А вар это... Ну, как бы, возгласил, да, по всему Макхане лагерю. А здесь, я сказал не так, что прошел голос Макхане. Говоря, а потом, так, и швейша. Да, да. Говоря мужчина, мужчина и женщина. Ну, чтобы не заниматься больше, не делать больше, да, работу, священное приношение. И перестал народ приходить, принесить. Слышно? Я вас слышу. Да, слышно. Да, все слышно, да. Да, ну это все. Так, у нас. Преподаватель, видимо, опять слух пропал на мячку. Или что-то пропадало. Да. Да, Кландарав отвалился. Да, 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 преподаватель пропал. Сейчас вот опять подключается. Окей, тогда я сегодня буду читать, чтобы вас не задерживать. Да, я прошу извинения. Вот здесь при чем? Преподаватель у нас сегодня интернет очень плохой, поэтому у него его, видимо, выкидывают. Да, да, да. Это местные условия, извините. Так, прошу прощения, перевели вам, да? Да, Марина все перевела, просто вы не слышите. Так, заин, теперь чей? Ну, заин, теперь чей? Не слышу? Так, это не у нас. Так, выключайте микрофон, товарищи, у кого кто, у кого какие-то посторонние звуки. И заново, заново, опять Рафель Ягу опять читаем. Заин читаю, да. Здесь два слова, которые вставлены, которые я поставил в файл словарь. Ну, в принципе, мы можем догадаться, что дай, даям от слова дай и от слова йотер. Итак, и работа, работы было более чем обычно. Нет, извините, достаточно, было достаточно для всей работы сделать ее и более того. И, да, 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 и даже оставалось лишнее, вот так вот примерно, да? Даям, это что, это достаточно им, что ли? Получается, что да, да. Вот слова дает слово даю достаточно ему, соответственно, даям достаточно им, да? Ну, да, это в виду, что приносили больше, чем приносили столько вещей, из которых надо что-то можно что-то сделать. Это понятно уже, из предыдущих даже. А вот хо-тер... Вопрос грамматический, да. А хо-тер это что за слово? Ну, я понимаю, что от йотер это глагол, да? Да. В го-тер... Избыток, наверное. Избыток, наверное, много, когда что-то с избытком. То есть не глагол, это какое-то наречие-то. Да, наверное, это наречие, но корень здесь тот же, что и в глаголе го-тир, да? Оставлять. Спасибо. Так, прошу вас тогда, Хэт Анна. Да. Так. Ваяасу холь хахамлеф, бе осе амалаха, эт мешкан, асер ериот, шеш машзар, утхелет в аргаман, ватолаат жени, крувим маасе хошев, аса отан. Да. Так. И сделали все мудрое сердцем, а мудрое сердцем пишут, комментаторы пишут, что это люди, которым в руки Всевышний вложил способность делать вот эти все ремесла не как бы в голову, а именно в руки непосредственно. Прям вот они делали вот прям вот то, что надо. Умельцы. Умельцы. Чаще всего мешканом называется первое самое нижнее покрытие, то есть потолок. Так что здесь, скорее всего, описывается, как они делают это покрытие. Асер ериот, то есть десять покрывал, как были, десять полотничь, полотничь, да, шеш машзар, то есть как бы крученый лен, то есть видно висен, перевод как висен, но висен это лен. Вэт хелет, хелет это вот голубая, закрашенная голубой нитью ткань, аргаман, но то же самое, только в красный цвет, а так это один и тот же моллюск, вот этот красный. Да, да, бакрянный, скорее, это хилозома, хилозома. Тулат шини, ну это, трудно сказать, переводят как червленое, то есть тулат это какое-то насекомое. Я думаю, что это то же самое насекомое, которое сейчас изготовляется самый стойкий. То ли переливчатый, то ли как кармин, кармин получается красный. Возможно, да, 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 к сожалению, некошерный, очень часто именно по этой причине конфетки бывают некошерными, если они покрашены в красный цвет, да. Да, да. Смотреть состав. Да. Так, кровим, кровим, вот эти вот, кровим массы хошев, там нужно были, должны были быть сделаны непосредственно. Вытканы. Вытканы, как бы, да, вот как гобелен, допустим, делают. Кровимы, работа искусная получается. Сказано, что хошев это парчевник, это человек, изготавляющий гобелены. Я не знаю, у меня тут переводят искусная работа. Ну, одно другому не мешает. Работа искусненькая или работа искусная. Ну, хорошо. Сделали оса, вот там, сделали их, именно на них. Да, да. На этих полотнищах, видимо, сделали. Да, клыжи. Пожалуйста, тхелит и аргаман, вы сказали, одного происхождения? Ну, это краска, это краска сделана из моллюска под названием хилозон, который... А как же голубой и красный как-то? А его варили, а его варили, он как-то при разной температурной обработке. Я вам, я расскажу вам, что я слышал. Значит, долгое время считался потерянным секрет изготовления этой краски, но вот буквально в новейшее время вроде бы он был восстановлен. Не могу постановить, так это или не так. Действительно, это тот тхелит, который имелся в виду. Тот же цвет и тот же рецепт изготовления. Но, во всяком случае, есть мнение, что таки да. И вот, ну, скажем, 30 лет назад, когда я приехал в Израиль, у очень немногих вот в цицид была нить тхелит. Но через некоторое время я заметил, что количество людей, носящих тхелит, резко увеличилось. И мне объяснили, что это связано вот с чем. Один исследователь, интересно, что российского происхождения, точнее, он из Риги, насколько я помню, по имени Ильяу Табгер. Он занимался этой проблемой и даже занимался изготовлением вот этого вот хелит. И, значит, было известно, что вот эта краска, если ее варить определенное время, приобретает темно-синий, такой синий-зеленоватый цвет. Вот это называется тхелит. А если ее варить дальше, то она становится другого цвета, и уже называется аргаман багряного цвета. И вот он попробовал этот тхелит варить дальше, и действительно у него получился аргаман. Это еще одно подтверждение. Доказательств здесь быть не может. Это подтверждение того, что это действительно именно вот из этого существа, по крайней мере, добывалась краска. А уж точно ли таким образом, и стоит ли ее использовать или нет. Ну, Машиев, очевидно, нам это разъяснит. Вот так, что такое тхелит и что такое аргаман. На сайте Махон Мир там есть подробные видео, как они ездили на экскурсию. Даже видео есть прекрасно. Да, аптиль тхелит. Я как-то искал, я даже поговорил с этим товарищем, с этим человеком по телефону, но просто из общего интереса. А вот видео я не знал. Сейчас параллельно найду, я поставлю. Спасибо, спасибо. Так, теперь. Тимофей, Тимофей, читал? Тимофей, читал? Да, вот. Орех, длина полотнища. Ахат, шмоне, весрим. Орех, длина полотнища одного, восемь двадцать. Длина полотнища одного, восемь двадцать. Дочнее, двадцать восемь. Ну, двадцать восемь, да, локтей. Да. И ширина четыре локтя, полотнища, ну да, полотнища одного. И меда степень, для всех полотнищ одинаковая. Да, одна степень, да, один размер для всех полотнищ. Да, у всех полотнищ. Если вы представляете себе, как ткань изготовляется ткацким станком, да, ширина полотнища, да, это ширина, собственно, самого тканного станка, ткацкого станка, да. Два метра – это достаточно много. То есть, насколько, значит, я понимаю, вот нити, которые идут вдоль, и длина этих нитей двадцать восемь локтей, то есть примерно четырнадцать метров, это то, что называется основа, а нити, которые идут поперек, и длина нити около четырех локтей, то есть около двух метров, да, это то, что называется уток. Да, вот так. Хорошо, благодарю вас. Спасибо, Тимофей, теперь Юд, Юд. Это Людмила, тут говорили, что про Людмила, Елена просила выделять текст, но это сейчас невозможно, преподаватель у нас не может этим заниматься, так что лучше открыть, лучше открыть каждому свой текст и смотреть по своему тексту. Подвинуть текст, просто его не видно. Подвинуть его на экране не видно, он доходит на экране до Юдбет. А, ну, натом, это у нас натом, где идут. Да, да, да. Вайхабер эт... ой. Вайхабер эт хамеш хайриот ахат эль эхат. Я еще не как-то. Вайхабер эт хамеш хайриот хайриот ахат эль эхат. И соединены пять нитей, да, вот это я? Пять полотнища. Пять полотнищ, одно к одному, и пять полотнищ соединены, соединяют. Да. Ой, тут Тимофей. Один к одному. Имеется в виду один за другим, да. Ну, здесь, правда, глагол вайхабер и присоединил, и соединил. Да, их велено было сшить в две так называемые тетради. То есть махберет, махберет, от слова тоже хавер, хибур, соединение, да. Две такие махберот по пять полос. Поскольку ширина каждой четыре локтя, то каждая тетрадь была четырежды пять, вы догадываетесь, двадцать локтей. Да, спасибо, все правильно. Так, у нас Шуша. Я не могу представить это. Так, ваяз лаот. Лулаот можно перевести как петельки. Так, что сделать? И сделал петельки, да, и зелено сделал. Из хелета, собственно говоря. Так, альцепат – это как берег, то есть край. По краям одного полотнища. Так, с краю, как это, в тетрадь. Махберет, соединение тетрадки, да. Да, 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 верно. Алло, алло. Алло. Так, что-то Шуша у нас куда-то положил. Ну, давайте я продолжу. Итак, сделал по краю полотнища крайнего в тетрадке во второй. Я объясню это. Итак, мы имеем две сшитые тетрадки. Да, да, да. Шуша, вы здесь, я позволил тебя вас заменить. Меня слышно было, да? Ну, кусочек, да. Потом стало слышно. Ага, понятно, понятно, так. Значит, вдоль края, который длиной 28 локтей, было пришито 50 петелек из тхендет, да, у одного из, вот, у одной из этих вот тетрадок соединений. Аналогично у второго соединения, да, которое имело размер, как мы знаем, 20 на 28 локтей, тоже вдоль края, который 28 локтей, напротив друг друга. Второй тетради. Да, 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 с краю второй тетради, да. Ну, лучше давайте не называть это тетрадь, потому что иначе все представляют собой такую тетрадку ученическую, а шиты они были один полотнище, одно за другим. Как это сказать красиво? Ну, действительно, соединение, последовательность. Соединение, да, да. Ну, дальше у нас уже не будет этого термина, так что важно представлять себе два куска вот таких 28 локтей длина и 20 локтей ширина. А теперь, что происходило дальше, Юбет, прошу вас, кто? Так, Марина у нас, по-моему, была. Давайте, Марина, да, слушай, Марина. Слышно меня, да? Да. 50 лулот аса бе-ри-я, ха-ахат, в 50 лулот аса бе-кце ха-ри-я-ахер, бе-махберет, хашинит. Ашер, да, ашер ба-махберет, хашинит, да. Матбилат, матбилат, ха-лулот, Ахат, лулот ахат, лулот ахат, эль-ахат. Эль-ахат, лулот, это петельки, да. Переводите? Да, попробуй. 50 петель сделал он, ну, сделал в одном полотнище, да? Да. И 50 петель сделал на краю. На краю. Другой полотнище, да? Матбилат, современные юридии, это параллельно. Имеется в виду, что они были сделаны друг напротив друга. Да, одно полотнище и другое полотнище. Так. А текст можно поднять? Да, это мы должны попросить оттуда. У нас больше некому. Потому что, ребята, следите за у себя, там, откройте приложение, откройте книжку. Можно еще Тимофея попросить прислать эту ссылку в чат Телеграм? Смотрите, в Телеграме это все поставлено. Там есть два файла. Ну, соответственные были петельки одна к одной. Так. Юд, спасибо. Спасибо. Марина, да? Ваяс, пожалуйста, Юд Гиммел, чье? Так. Теперь опять ваша Марина прочитала. Угу. Я, да? Ваяс, хамишин, хамизагав. Вайхабер, э, га, ириот, э, ахат, эль, ахат. Би, карасим. Вайги, а, мешкан, э, хад. И сделал 50 крючков золотых. Карасим, керес. Это крючок, имеющий вид, если вы помните, из курса высшей математики, интеграла. То есть он был так вот загнут одним концом. Он был, он зацеплялся за петельку на одной, что называется, махберет, другим за соответствующую петельку у второй махберет. Я думаю, что от слова карасей, название рыбки караси. И соединил полотнище одну с другой, то есть одно с другим, с помощью вот этих крючков. Напоминаю, что были сделаны они из золота. И стал мешкан единым. Еще раз здесь слово мешкан означает первое покрытие, которое, как мы выяснили, состояло из 10 отдельно вытканных полотнищ. И имело теперь окончательные размеры. 40 локтей в длину и 28 локтей в ширину. И вот этими 40... Вообще стоит, конечно, найти... Можно в интернете просто погуглить и найти иллюстрации. Не все иллюстрации правильные с точки зрения еврейского представления. Но, должен вам сказать, когда я впервые пытался с этим разобраться, несмотря на технические склонности, мне было это делать довольно сложно. Но потом мне очень здорово помогли вот такие чертежи. Итак, вот это вот полотнище, оно в длину 40 локтей было уложено сверху на мешкан. Заметите, что длина мешкана, то есть самого сооружения, строения, было 30 локтей. 20 балок шириной по полтора локтя. Итак, сверху, спереди, с передней части, там, где был вход, она не свешивалась. Значит, 30 локтей длины шло на покрытие, собственно, самого помещения. И на 10 локтей она свешивалась назад, сзади, с задней стороны. Теперь по краям, поскольку ширина была 28 локтей, и из них 10 локтей шли на ширину самого мешкана, то по 9 локтей оставалось лево и справа. 9 локтей высоты вот этих балок, это как раз была деревянная часть, потому что нижний локоть, нижний, десятый, балки были высотой 10 локтей. Нижний локоть, он был внутри так называемых адоним, подножий серебряных, о чем мы будем читать дальше. То есть, если, когда мешкан был накрыт только вот этим одним полотенчем, которое здесь и называется словом мешкан, то, находясь внутри, мы бы, если мы, конечно, коин, которому разрешили туда входить, мы бы видели середины вот этих полотнищ, не всех, но, по крайней мере, тех, которые шли на 30 локтей, находясь снаружи мешкана, мы видели бы, как полотнища эти свисают до практически вот этих серебряных подножий. Подножия были видны, если покрыто было строение только вот этим первым покрытием. Так, я объяснил чисто, так сказать, инженерно. Мы сейчас будем читать пасук номер 14, кто его читает? Поговоришь, наверное, я. Да, рады. Так. И сделал, покрывало из козьей шерсти, из коз, для покрытия мешкана. Аш-Тей-СР, это 11 завеса, сделала их таких, этих, таких же. Да, это второе покрытие. Второе. 11 даже, 11, а не 10 получилось там лишнее. Да, 11, и давайте посмотрим его устройство, да, повторим точнее, поскольку предыдущая баба, которая рассматривалась, да? Аш-Тей-СР, извините, эш-Тей-СР, нет, только Расториев встречает это урожение, оно звучит 11. Видимо, один женский мужской род, видимо, как Ш-Ней и Ш-Тей, видимо, отсюда из-за этого. Но это никак не связано со Ш-Тей, потому что здесь О-А-Ин, А-Ин бывает только корневым, да, его не приделывается к слову Ш-Тей, да? Да, интересно. Но я не встречал ни Аш-Ней, ничего другого. Именно вот 11 в такой форме. Так, кто после Анны? Я. Тет-Вах. Просим, Тет-Вах, да. Урых Ай-Рия Ахат, шлошим Баама, варба Амот Рохав, Ай-Рия Ай-Хат, Меда Ахат, ле Аш-Тей-СР Ериот. Переводим. Длина полотнища одного – 30 локтей и 4 локтя ширина полотнища одного. Размер 1 для 11 полотнищ. Да, совершенно верно, да. Здесь полотнища, как мы видим, было 11. Так, дальше. Так, сейчас Людмила. Угу. Прочем? 16-й, да? Да, тут заняты. Да, тут заняты. Ихабер, Эт, Хамеш, Айриот, Левад, В, Эт, Шеш, Айриот, Левад. И соединены 5… Это глагол, да. 5 полотнищ по одному. Отдельно. Отдельно. К 6 полотнищам отдельно. И 6 полотнищ отдельно. То есть, если мы используем вот это, то же слово «махбарот», здесь оно, правда, не использовано, да, то здесь, значит, 5 и 6. А что значит, они соединены отдельно? То есть, они между собой соединены? Да, они соединены. То есть, 5 между собой и 6 между собой как-то. Да, совершенно верно. Ширина у них была та же самая, потому что это сказский станок определяет. А вот, а длина уже была другая. Мы видим не 28, а 30, так, Сей, да? Потому что они должны были сверху накрывать вот этот разноцветный полок, чтобы, видимо, он там не пылился, может быть, не линял, там еще что-нибудь. Да, ну, можем только догадываться, да? Наверное, он разноцветный, чтобы на солнце там не выгорал. Наверное, наверное. Вот. Так, и у нас теперь Шуша. Да. Да. Итак, значит, значит, и сделали петель 50 со стороны наружной полосы и с одной стороны наружной и 50 с другой стороны наружной полотнища. Да, да, спасибо. Спасибо, Шужа. Так, теперь что? Марина. Так, Марина. Вот здесь словом огель, то есть шатер, очевидно, названо второе полотнище. Оно таким образом имело размеры в длину, общей длины 11 умножить на 4, 44 локтя и в ширину 30 локтей. Да? Чтобы составить одно. Да, чтобы было едино, одни. Да, да, верно. Так, теперь давайте представим себе, что это полотнище склали поверх первого. Оно немного свешивалось спереди, да, со стороны входа. Сзади оно, очевидно, доставало до земли, и слева и справа вдоль длинных сторон мешкана она тоже доставала до земли, поскольку 10 локтей серединных было на покрытие самого мешкана, да, и по 10 по краям, сверху вниз, да, а 10 это ровно длина, точнее высота балки. Да, да, правильно, вот так. Да, спасибо. Так, спасибо, Ют, Тет. Так, это теперь вы. Я. И сделал покрытие для шатра, или, как в предыдущей фразе словом огель называется вот это вот второе покрытие. Значит, покрытие для второго покрытия из кожи, или шкур, ор, это шкура, баранов, покрашенных в красный цвет, и покрытие из шкур тахашей сверху. Тут есть два мнения. По одному было всего четыре покрытия, то есть третье это бараньи шкуры, а четвертое это шкур тахашей. Кто такие тахаши, мы не знаем. Есть мнение, что это животные, которые специально появились к тому моменту, чтобы сделать вот это вот верхнее покрытие, а потом они снова исчезли. Да, но есть мнение, что это, как названо, какие-то из животных, но мы не можем их сейчас идентифицировать. Значит, по одному мнению было два покрытия, и оба они имели размеры потолка вот этого строения, то есть 30 локтей на 10 локтей, да. По другому мнению было единое покрытие, которое было сшито и из шкур тех, и из шкур этих, так. Но в любом случае, вот оно имело такие размеры, что оно покрывало только сверху. Так, я прочитал. Спасибо. Так, теперь Капс. Да. Да. Там не удалось подвинуть текст, нет? Так, Натан там с кем-то разговаривает, у него какие-то свежие. О, хорошо. Не-не-не, я с вами, с вами. Текст не видно. Я с вами. Текст подвинуть надо. Да нет проблем, слиха, слиха, слиха. Так, где вы находитесь? Мы сейчас должны прочитать… КФ, каф. Каф. Нет, просто КАФ в пизали. КАФ. Ага, КАФ, да. Вот так, да, да, да. Вот так, да. Да-да. Мешкан Ацей Шетим Умдим. И сделал брусья для Мешкана дерево Шетима. Ну, как бы стоячие вертикальные, да. Да, верно. Да, спасибо. Так, теперь Кафалев. 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 Эсер Амут Урых. Корэш. Вэама. Да, Вэама. Вахэци. Ама. Рохав. Кэрэш. Эхат. Значит, 10 локтей длина кэрэш. Что это у нас? Кэрэш балка, будем считать. Да. Длина балки. И пол локтя. То есть полтора локтя. Локоть и пол локтя. То есть полтора локтя. Ширина балки одной. Да, каждой балки. То есть длина, это была высота всего сооружения. Да, а ширина, ширину они соединялись. Их было 20, соответственно, 30 локтей. Да. Да, да. Спасибо. Так, Людмила. Эйядод локэш локэрэш ха эхад. Мэш шулав вод ахад эль эхад. Кэн аса лохоль паршэй хамешка. Да. Вот эти вот едод. Не знаю, как их перевести, но, по сути, это были как бы ножки. Да? Какой даже? Да. Хотя более подходят к ручке, но по функции... И водят как шип. Да. Хорошо. Пусть будет шип. Они как бы цеплялись, да, друг за друг. Вот в том-то и дело, что эти шипы... Сейчас мы увидим, для чего они использовались. Да? Да? Ла кэрэш хаээхад. Кэрэш. Балка. Одна балка. Да. Мэш шулав вод – это как бы сочетаемые, сочетающиеся. Да? Одна к другой. Да. А так сделал каждой балке мешкана. Мешкана, совершенно верно. А это повелительное, да, ОСА? Сделай, да? ОСА нет, это сделал, это прошедшее время. А, он уже сделал. Да, да. Так, вроде бы, речь о том, что сбоку каждого бруса должен быть выступ, и с другой стороны, видимо, прорезь, чтобы вставить... Как русская изба, да, которая без... Ну, там как-то, да, как бы сговорить, что... Мы пытались это понять, как вот... Да, не знаю. Как вот эти средства, это как средство соединения в единое целое соседних балок, но вроде получается не так, что вот эти вот ядот, потом объясняется, что это именно шипы снизу, которые входили в подножие. Так что чисто технически, вот как инженер, я могу вам сказать, что конструкция была далека от идеала. Следовало предусмотреть какие-то соединения и вдоль вот этих балок. Но здесь вроде бы эти едиоты мы сейчас увидим, для чего они были использованы дальше. То есть здесь мы можем сказать, ну, очевидно, чудо, вот Всевышний приказал так. Нет, подножие, подножие, там речь идет немножко под... Ага, под другое. Под два подножия, да, ну ладно, посмотрим. Давайте читать, давайте читать. Ладно, посмотрим. Так, Кав Гиммел, это? Это Шуша, получается. Да, да. И сделал эти балки к мешкану 20 балок для мешкана. Да, 20 балок, так. Как сказать вот это вот Лепаат? Я бы перевел для края, для стороны. Негев, Теймана. Негев – это юг, да, а Тейман – это, получается, справа. Да, то есть правая стенка этого мешкана, которая обращена к югу. Вот на нее нужно 20 балок, да? 20 балок, да. Шириной по полтора локтя, получается 30 локтей. Да, верно, это длинная сторона мешкана, южная, обращенная к югу, да? Так, правая. Да, спасибо, Шуша. Кав Далец. Так, Марина. Марина. Барабаим, адней кесов, аса тахат ас-эсрим, га-крашим, шней аданим, тахат га-кереш, га-хад, лош-блеш-тей, ё-да-тав, уш-ней аданим, та-хат га-кереш, га-э-хад, лош-блеш-тей, ё-да-тав. Угу. И 40 серебряных подножий, будем считать. Подножий сделал по 20 брусьев, да? По 20 мазок. Да, да. Два подножия под один брус для обоих шипов его и два подножия под другой брус для обоих шипов. Да. Для обоих шипов, да. То есть вот из этого я вижу, что в подножие входили именно шипы. То есть подножие имело вид кирпича вот шириной три четверти локтя. То есть два кирпича рядом составляли полтора локтя и они были под одним брусом. В один входил один шип, в другой входил другой шип, таким образом два подножия и под два шипа. Под два шипа. Ну, вот я вижу отсюда, что идут это именно вот то, что входили в аданиме, а не то, чем соединялись брусья между собою. Да. Хотя мне попадались объяснения, что где идут это было что-то что-то другое. Ну, ладно. Вот здесь я вижу именно так. Да. Спасибо. Спасибо, Марина. Теперь я очевидно, да? Да. И для цела это можно сказать сторона мешкана вторая, со стороны сафон это север, да? сделал 20 брусьев аналогично, да? Спасибо, Каф. Вав, Анна? Да. Варбаим аднейгэм кэсэв шней аданим тахат акэрэш, айхат шней аданим тахат акэрэш айхат. Значит, и 40 подножий их брусьев серебряных, два подножия под брус один и два подножия под брус другой, ну, как бы под каждый. Да, да, да. Так, прекрасно. Спасибо. Угу. Так, Каф, Зайн, Тимофей, да? Улы ярхтэй амешкан яма аса шиша крышин. Так, и для полотнищ мешкана правых. Ярхтэй, я сейчас, минуточку, ярых бедро, боковая часть страна, для стороны мешкана яма южной, да? Яма, это западная, наверное, как демория. Да, да, запад, конечно. Да, западная. Стороны запада, да, верно. Аса лимкутсо, лимкутсо, амешкан, бэйярхатав, хатаем, бэйярхатаем, и два, две балки сделал с краю, по краям, по сторонам. По сторонам. по сторонам. Две балки это соединение длинной стороны с короткой стороной и короткой стороной с длинной стороной. Да, это особые балки угловые. Да, верно, спасибо. Бэйярхатаем это двойственное число тут получается? Да, именно так. И их от слова яркоим. Яркоим это, например, определенные части курицы, да, но их в упаковке может быть, скажем, три или пять, а тут двойственное число, вот две такие вот штуковины. Это в смысле как бедрышки куриные, да? Ну, слово то же самое, но не представляете ее, пожалуйста, мешкам в таком виде. Да нет, нет, я просто пытаюсь это слово. У вас получается как здесь мушка на курьих ножках. Нет, я так не представляла. Понятно. Это уже Анна себе представила, да, у нее богатое воображение, она ну ладно. Анна, передавайте микрофон, пожалуйста. Так, Шуша, 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 Шуша. Шуша, Вахаю, то мим, ми лямата, веяхаду, ехиву, темкимим, эль, рушо, эль, а, та, ват, а, ехат, вкен, осе, лишний хем, лишний, а, макцот. итак, как это, только что было слово то мим, но у меня вылечилось с головы. Так, то мим, подходящий один другому. То мим, это буквально близнецы, то м. Так, а не кафуль, да? Матим ли, например, отсюда же, да? А мне подходят. Были они соответствующие, соответствовали друг другу. Они соответствовали друг другу. Так. Милым, да? Как-то, ну, снизу, видимо, так. Так, и соединились? И вместе были к мим. К мим. Ну, тоже подходящими, видимо. да. Что м, да. Так, к, ну, как бы к вершине, к голове, к шиневу, а так, а это кольцо какое-то. А, это матьбея, а так, единого, к одному кольцу, да. К каждому, да, сказать, к каждому кольцу, так же, как сделанный, как это, к двум. Я так сделал он для двух, лишней, а миг, цоот, для двух сторон, для двух длинных стен этого мешкана, да? Здесь кольца, это то, как соединялись сверху, соседние поручи, и другие немножко по конструкции были кольца, которые соединяли две стены, которые сходились в углу. Два. То есть они подходили вот к этим кольцам. Ну, вот так. Да, спасибо, Шуша. Алло, алло, алло. Так, Лана, это? Марина. Марина, прекрасно. Вагаюш, моне, крошим, ве, аднейгем, кесев, шеша, асар, аданим, шней, аданим, шней, аданим, и было восемь балок, с их подножиями, серебряными, шестнадцать, всего шестнадцать подножий, по два подножия под каждую балку. Под каждую балку, да. Что это за восемь балок, это было с короткой стороны, да? Да, да, верно, спасибо, все правильно. Так, да, господа, мы сегодня попозже начали, по техническим причинам, поэтому я предлагаю сегодня дочитать вот это. И на всякий случай я поставил в нашу группу в Телеграм файл, в который несколько лет назад я сделал это, это какие-то отрывки из Пасхальной Агоды, но это вы можете посмотреть самостоятельно. Вот, там, в общем, никаких сложных слов нет. Может быть, на следующем воскресенье, в следующем воскресенье? можно, я надеюсь, или мы зарезервируем время, или, может быть, у нас так хватит времени, просто сегодня много материала, сегодня 38 сухов, поэтому вот только их мы и успеваем. Итак, где мы остановились, и кто? Ламет Алиф и Рафель Яху. Ламет Алиф, да? Ламет Алиф мой, да? Да. я читаю. и сделал засовы буквально из дерева шитим, пять балок стороны мешкана, каждый, для каждой стороны. эти пять балок шли горизонтально, две из них, значит, каждая длиной в половину длины стены, то есть 15 локтей, шли снизу через специальные, что-то наподобие колец, с одной стороны балки снаружи, да, и они соединяли, соответственно, 10 вот таких балок, да, и два шли сверху, и так, получалось два блока по 10 балок, каждый шириной 15 метров, всего 15, 15, извините, локтей, всего вместе два, это 30 локтей, но этих засовов было пять, пятый засов проходил через бруксия, через отверстия, в них, да, сквозные по ширине, то есть он проходил тоже горизонтально, ровно посередине высоты, и вот про этот засов, да, есть мнение, что он был длиной, как общая длина стен всего мешка, то есть периметр, то есть 30 локтей, плюс 10 локтей, плюс еще 30 локтей, на самом деле чуть по-другому, да, и хоть он был сделан из дерева, когда его вставляли, он чудесным образом сам загибался по углам, и проходил через все три стены мешка, три стены, потому что по четвертую мы ничего не читали, потому что с той стороны был вход, соответственно, не было стены, а что было, мы, надеюсь, помним с вами, да, там была некая завеса, завеса, было несколько балок, между которыми мог проходить коин, входя в шатер и выходя из него, да, и поверх них висела вот завеса. Так, читаем дальше, Ламет Бет, прошу вас, Анна. Да. Да. Ве хамиша брехем, брехим, брехим, лекаршей цела, а мешкан, а мешкан, а женит, ве хамиша брехим, лекаршей, а мешкан, ле, ерхатейхем, яма. и пять брусьев или засовов или брусьев для стороны мешкана второй, пять брусьев для стороны, стороны ларкетей, как это, как это, бедренный, бедренный к западу, получается. Брехим давайте переводить как засовы, да, даже засовы, да. Я думаю, это еще и спингалет, что-то типа запора для двери. Да, да, верно. То есть пять вот этих засовов были для длинной стороны и для короткой тоже. Да, спасибо. Это в Широ Ширим, там, да, вот какой-то родник, который на засов, вот что там бреха, по-моему. Да, возможно. Возможно, да. Фирма израильская замков к входным дверям называется «Рав Барьях». Множество замков, да? Да. Ламид Гиммель, очевидно, Тимофей, да? Да. Ламид Гиммель. Баяз – это брех, тихон, левроах, бетох, крышим, мина КЦ, ЛАКЦ. Вот отсюда делается этот вывод. Да, и сделали засов центральный. Тихон, это средний, да, центральный, да. Да. Левроах, чтобы бежал, ну вот, Барьях от этого корня, да, чтобы он проходил, да, очевидно, да, именно бежал. Левроах в другом контексте означает убегать, да? Ну да. Чтобы он проходил внутри балок от одного конца до другого конца. Да. И вот это понимается не как одна, один конец стены и другой конец этой же стены, а как начало всех трех стен и конец всех трех стен. То есть он загибался по углам и был просунут через все три стены вместе. Вот так вот получается, да, Барьхим? Да, спасибо. Так. Угу, угу, угу. Вет окрашим цепа цепа захав вет тавотам аса захав батим лабрихим ва ецав эт хабрихим захав. крошим балки я уже забыл цепа это что? Покрыл. Отсюда русское слово цепочка. Да, загав золотые. Ну да, если кто-то не хорошо случится, я думала, вы скажете какое-то слово, чтобы я запомнила. Ну, а если да, вот сюда. вот там их кольца, да? Угу, да. Сделал золотые батим это смысл. Вместилище в баице. Вместилище для барихим, для засовов. Да, да. И вот тот же корень, да? Да, баицаф, да, цепа, да. Но это не как кисе, это как в смысле покрыл. Угу. Не как покрытие, в смысле вот кису и рожь, да? А какое-то другое покрытие. Да, обложил со всех сторон как-то вот. Вот эти замки золотые. Засовы, да, золотом. Засовы, да. Да, 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 То есть деталь была как, собственно, например, Арон Кодыш, да? Он состоял из трех частей, снаружи внутри золота, а посередине шло дерево. Вот так и здесь. Соответственно, и барьер засов, да, это вот палка такая длинная наподобие ручки от швабры, да, круглая в сечении. Вот. И сделано из дерева, а снаружи, значит, покрыто золотом. Ну, чертежи иногда изображают как бы две такие половинки трубы, в которые внутри посередине как сэндвич, вкладывалась вот такая шваблина ручка. Мы представили себе сэндвич, конечно, да? Сверху и снизу золото, посередине дерева. Вот такая вот цыпочка получается, да? Хорошо. Есть, есть. Так, ламед, эй. Да. Так, шушу у нас, да, сейчас так. Что у нас? Это парэхет, тхэлет, в аргаман, в талат, шны, в шеш, мэрзар, маасэ, хошэ, мэр, хошэ, аасэ, ота, крубим. Ота, крубим. Верно, да. Так, и сделал, сделали завесу, из тхэлета и как-то багрянца сказать, и как-то из червляницы. Да. Или из искусной. Багрянца тогда получается. Это потом, да, а потом из червляницы. Ильна. Да, червляница. И соткали на ней изображение коров. То есть, работой вот этого парчевника сделал их, да, сделал их коровим, да, червов, да. Ну, и такие вот изображения, да, да, да. Ну, это, видимо, завеса, речь идет о завесе, которая будет внутри разделять две части. Сейчас мы увидим, читаем, А где слово корова? Какая корова? Какие коровы? А, просто поняла, это не перевели. Корова – это слово коров и курбат, да? Корова – как человеку, а коровим… Нет, корова – это совсем на другом слове. Я думаю, это уже на русском говорят. Изображение коровы не было, было изображение вот этих херовимчиков. А все русские, это ображение херовим. Да. Так, ламы два, Марина. Мой. И сделал для нее четыре столба из дерева шатим и обложил и крючки тоже из золота. Два яйцок – это буквально отлил. То есть изготовил литьем, способом литья. Да, ламы? Для них четыре серебряных подножия. Подножия, да. Да, верно. Спасибо, есть. Шатим – это как акация, да, иногда переводит? Иногда переводит акация иногда предполагает, что это как аразим. Кедр. Кедр. Да, да. Она там поднимет еще, да, то уже не видно там. Ну, если там с нами, да, нам чуть-чуть осталось, я теперь возьму ламыдзайн, да, и ламыдхэт. Давайте, давайте вы, вы уж прочитайте до конца. Давайте я до конца прочитаю. И сделал массах, это буквально экран, и в современном мире массах, это тоже экран, например, у компьютера, да. Для входа в шатер, из чего он сделал, из синиты в аргаман и багреницы, в тулат, шани, и червленицы, вешешмазар и крученого висона, то есть льна, массы рокем, рокем это вышивание, рикма это процесс вышивания, вот такой корень, да, значит, работы, очевидно, вышивальщика. и теперь ламадхет, веэт амудав хамиша, веэт вавейгем, ве ципа ра шейгем, ва ха шу кейгем, загав, ве адне гем хамиша не хошет. И сделал столбы пять, здесь имеется ввиду вход в шатер, столбы стояли не плотно друг к другу, и между ними мог проходить человек, да, и их крючей, на этих крючах висела занавес и покрыл главы их и хашу кейгем, так, забыл это слово, кто-то поскажет мне хашу кейгем? хашу кейгем это что-то, что связывает одно с другим, не дает связка, да, хашу кейгем Понятно, да, золото и подножие пять, из меди вот эти подножия в отличие от тех вырезаны не из серебра а из меди Это внешняя завеса, а это вот как раз предыдущая это вот между внутренними двумя частями мешками А, понятно, да, 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 а это внешняя Мы разделяем порох и массах Ну да Угу, 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 значит, то, что отделяло кодыш кодышим от кодыш и кодыш кодышим входил только коэнгадол в течение Йомкипура Это называется кажется порохот, да? Угу Здесь у нас получается из меди вот нахошет Вот они Понятно, понятно Да Ну вот, товарищи у нас уже приближается Песах кроме как вот некоторые моменты разобрать из текста Агадаши в Песах мне ничего в голову не приходит но если у вас будут пожелания пожалуйста пишите я постараюсь рассмотреть любой текст Значит мы не будем рассматривать аллахот Вот есть много информации много материалов и на русском языке тоже Да мы не будем говорить по нашему обыкновению о значении всех вот этих правил но понимание текста это вот та задача которую я ставлю себе в нашем курсе Ну все товарищи большое спасибо извините за некоторые технические неувязки и с Божьей помощью мы с вами через неделю встретимся снова Спасибо Спасибо Окей Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok